МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наконец-то долгожданный гость Семен Теодорович Айтав, социоперсоны. Доброе утро. Доброе утро, мессир. Позвольте мне называть вас так, Семен Теодорович. Я же тебя помню еще вот таким. Да? А я вас помню еще вот таким. Было, было. Но время идет. Да. Почему мы так начали? Семен Теодорович, расскажите, что мы сегодня с вами будем готовить на нашей веселой кухне? Ну, я скажу тебе честно, я не тот человек, который регулярно готовит. Вот это у меня эпизоды. Но вы, я знаю, вас давно... Сем регулярно. Вот. Вы регулярно едите. Это да. А это самое важное. И наши зрители все регулярно едят. Доволь того, все наши зрители регулярно вас смотрят и регулярно вас любят. Я регулярно отвечаю тем, что... Вот. И поэтому я бы хотел как бы все это совместить и объединить в процесс приготовления пищи. Что мы будем готовить, как это называется, блюдо? Их несколько. Блюд будет несколько. Да. Во-первых, это дранники. Там есть такая легенда, поскольку, когда я был совсем маленький в детстве, мама готовила дранники. Я помню, что это было очень вкусно. И потом уже на гастролях я в течение долгих лет просил сделать мне дранники в разных городах, в разных странах. Надеюсь, что получится до киши, как готовила мама. Это невозможно, как ты знаешь. Да, конечно. Ну, однажды в Минске мне бабушка вынесла дранники, меня вынесли из этого ресторана, я съел, но все остальное. Сначала выносит бабушка, потом выносит Семенка Адвардовича. Да. По этой ностальгии я хотел попробовать сделать те дранники, которые накормят тебя тем, что я ел в детстве. Прекрасно. А скажите, что еще кроме драников? Потому что я вижу что-то... У нас есть свинину мы с тобой сделаем с потрясающим... С соусом. Это приправа. Секрет, мы откроем в конце, тут важна пропорция. Это сочетание чеснока, клюквы и меда. Да. Да, и легкий гарнир, это вот там, значит, капусточка. Легкий гарнир, капусточка. Да, вот. Ну и все. И все, давайте быстро присутим. Да. Надо нам что-то сначала... Ну, давайте долгие процессы запустим, а потом... Надо тереть картошку. Драть. Это же драники. Деруны ты хочешь сделать? Ты хочешь сделать деруны? Я чувствую. Нет, ну как... Дери. Прекрасно. Хорошо. Ну что же, а вы давите чеснок. И судя по количеству чеснока, это... Нет, это запас. Это запас. Я заберу домой остальное. Смотрите, у нас... Слушайте, вот. Посмотрите, пожалуйста. Вы все уверены, что я просто хочу вот так? Да, да, да. Все правильно. Все, все. Значит, это очень сложный, серьезный и ответственный процесс. Надзирание. Так, а что же это я... Семен Анатольевич, у вас... Я просто, понимаете, вы как писатель... Да. У вас всегда с собой какие-то записки, заметки. Я думаю, наверное, может быть, вы продолжаете даже, когда... Альтер дарит чеснок, он что-то пишет. Тут написано, берешь чесночину в левую руку. Вы знаете, вот когда вы начинаете вашим голосом это читать, это начинает любит смеяться, вы видите. Мне кажется, что вы можете брать кулинарные книги, читать, и все равно берешь чесночину в левую руку. А кто вот ваши... Кто сейчас ходит на концерты, вот кто вот, зрители, вот вы же смотрите в зал, вы внимательно... Или вы, как, допустим, Николай Басков, не видите, кто в зале, потому что вам застилают глаза патока. Нет, хотя чаще я гашу свет, я тебе скажу честно. Нет, ну, конечно, вы гашу свет, но вот вам... Кто вот люди, которые к вам приходят? Вот мне кажется, что это же совершенно разные люди. Нет, ну, я врать не буду, 18-летних девочек все меньше и меньше. А 40-летних девушек все больше и больше? Да, да, ну, естественно, все-таки я из того поколения, но поскольку я никогда не писал на злобу дня, как ты знаешь? Да. Поскольку я считаю, что злобы и так достаточно без меня. Так, а вы вот это... То есть вы сознательно и принципиально отказываетесь от каких-то... от каких-то... от каких-то вещей, из лабонетов. Ты знаешь, у меня, несмотря на мою достаточно мрачную внешность, я человек достаточно добрый, этого не могу скрыть. Поэтому такие резкие вещи у меня не получаются и не надо. Вот. У меня какой-то свой мир, который я пытаюсь предложить людям. И оказывается, кому-то это тоже надо будет. Ну, прекрасно. Пока. Пока моразм меня не настиг, а это когда-то произойдет. Но у меня зато есть вот этот голос. Когда вот я работал в Доме актера, ты помнишь, да, Невского? Да, да, да. Я сижу, я был там за авторским отделом, там же нашли сторожем, вышибало. Это была вершина моей карьеры. Короче, я сижу... Когда человек надирается до состояния чертей, и вдруг ему подходит, подходит, вышибало, и говорит... Это был я. Пойгиньте помещение. Тут же, человек. Короче, я сижу, звонок, я снимаю трубку, женский голос, говорит, будьте добры, там, Николай Петрович. Я говорю, извините, вы не туда попали. Пауза, она говорит, не бросайте трубку, поговорите еще. И вот тогда я понял, что что-то таится. А это была Фурцева. Ну что вы, ты, сообразительнее, чем я. Да, конечно. И вы могли бы попросить у него звание народного артиста. Да. Понимаете? И вы были бы первым вышибалом под народный артист. Страны. В Советском Союзе. Конечно. Да, Семен Тадович, конечно. Вот все-таки, вот вы, писатель, непрактичные вы люди. Романтики. А, кстати, я хотел спросить у вас. А у вас, как у писателя, какие любимые писатели у самого? Это уже всерьез? Ну, конечно. Я посмотрю, посмотрите, как у меня получается, какая картошка. Ну, тогда я отвечаю. Давайте, серьезно, да. Бель. Мало уже кто знает, я перест... Бель. Фолкнер, ты знаешь, что я единственный человек в стране, который прочел всего Фолкнера? Ты пробовал читать? Я пробовал читать Фолкнера. Там же приложение на 2-3 страники. Он не простой. Он не простой. И когда я первый раз прочел «Ависолом, Ависолом», я не мог читать. Я сказал здесь, Семен, ты не можешь взять в себя в руки и прочесть Фолкнера. Я взял себе в руки... Развитый разговор под Витебском. Два культурных человек. Два культурных человек. И я себе пересил, и как в любом деле, когда ты затратишь усилий, я начал получать огромное удовольствие от его прозы и прочел. Вот у меня 6 томов, я все прочел. Ну, Булгаков, Чеков. Но горжусь тем, что прочел Фолкнер. Хорошо. Я хотел бы вас как исключительно специалиста и писателя спросить. Мне папа в свое время... Вообще у папы было такое мнение, что можно не читать вообще книг. Да. Мы ехали в поезде сегодня вместе. С папой? Он читал. Вы в одном направлении ехали? Такая шутка в стиле раннего Альтова. Нет. Скажите, Павел говорил, что можно прочитать одну книжку, которая называется «Сто лет одиночества». И больше вообще ничего не читать. Маркес. И больше вообще ничего не читать. Добавляю, да. И больше вообще ничего не читать. Потому что она в себя включает все. Вот вы как считаете, какие книги нужно прочитать молодому человеку? Ну вот хотя бы несколько книг таких вот важных. на ваш взгляд, прежде всего. Вот такой. Это не значит, что только их нужно прочитать. Но на ваш взгляд. Вот у вас какие-то есть книги. Книги-линкоры. Книги-ледоколы. Книги-ледоколы. Книги-ледоколы, которые флагманы книги. Книги-ледоколы. Ты понимаешь, что это... Ну, во-первых, наше поколение читающие – это уходящая натура. Как в нашей библиотеке, они... Ну и что? Ну а что, а в электронной книге? Ну, в электронной – это не то, мне кажется. И все равно они читают другое, поскольку все стало клиповым таким, понимаешь? И читают что-то коротенькое. Быстренько такого, да? Да, да, да. Городка форму. Да, из тюбика все будет. Ну вот из современных авторов кого бы выделили? Вот из современных. Вы же читаете современную литературу что-нибудь? Я читаю. Замечательный писатель Битов. Ну, его читать. Это классик. Это классик, да. Маканин замечательный писатель. Нет, нет. Драгунский я перескакиваю, но, понимаешь, в детстве прочесть Драгунского. Да. Это замечательно. Я подписываю. Так вот, Семен Тадожев, смотри, что я сделал. Я надрал картошки. Какие все, что ты делаешь, ты надрал прекрасно. Да. И вот сейчас мы будем сливать остатки картофельного сока, добавлять туда молоко, размельчать соус, жарить свинину и радоваться тому, что сегодня у нас в гостях Семен Альтов. Я на секунду вас покину сейчас. У нас, друзья, короткая рекламная пауза на вашем любимом первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что «мидии» в переводе с «чешского» означают сотрудники Министерства иностранных дел. Василий, давай я пока встречу женскую сборную по гимнастике в аэропорту, а ты пока съедете домой, мать помой. Франсуаза Саган, здравствуй, грусть. Это «Смак» на первом канале. У нас в гостях сегодня Семен Альтов. Кулинарно-литературно-гастрономический альбанах продолжается. Семен Тадорович, вы держите в руках знаменитый прибор, имя которому горохо дробило. Но сегодня это клюква месила. А если мы добавим туда меда, как мы его назовем? Медомешало. Молодец. Давайте, значит, вот можно тут выбрать скорость. Ну не надо, чтобы не забрызгаться. Что, не забрызгаться? Давайте я на себе проверю. Проверю. Сейчас. Вот сейчас. Хрюк-хрюк. Что это хрюкает? Хрюкает, конечно. Отлично. Вот, только его просто вот так вот сверху. И мы это все... Какое количество должно быть? Пропорции, если тебе понравится, я тебе скажу пропорции. А я теперь-то сообщу ее всем. Это дивное блюдо, это от викингов оно идет. А, это вот такое вот скандинавское пикновое. Это Лариса, моя жена, значит, поскольку у нее намешано разной кровью. Вот это предки ели. Это штука сочетания чеснока. Меда и клюквы. Да, оно, во-первых, на все действует положительно. Так, друзья, Семен Теодорович. А ты молоко пока можешь. Я достаю молоко и добавляю молоко. Покажешь мне, сколько ты нальешь. Посмотрите, а к драникам у нас, что еще мы добавляем сюда, кроме молока? Мы потом добавим соль, соду, яички. Посмотрите, сколько я хочу добавить молока. Символически достаточно. Все? Да. Все. Сколько яиц, Семен Теодорович? Ну, у нас немного, я думаю, два яйца. Два яйца разбиваем прямо туда. Да, ну, с клупой не надо. Хорошо, давайте разбиваем туда яйца. Так. Я лью мед, надо это фиксировать, ты видишь? Да. Льете, сколько? Очень красиво. Сколько? Очень красиво. Пропорция в конце. Должна же быть интрига в передаче? Должна быть. Так. Так, сейчас я уже вбиваю это сюда. Так. Это у нас будет практически готово, но она может стоять никому на нише. Скажите мне, подождите, давайте я добавлю соли. Перемешай, подождите. Соли. Щепоточку. Две. Две. А соды? Крупную или мелкую соль? Мелкую, конечно. Правильно. А соды на кончике? Вот соды очень... Яблочный уксус. Яблочный уксус? Вот, он гасит соду, и вот это придает пышность. Это я запомнил. Сколько? Нет! В ложку. Нет. В ложку. Загубить продукт. Так. Сода уже... Сода же в начале. Подождите, а сколько соды? Вот соды. Сколько? На низовой. Мало. Мало. У вас проблемы с содой? Вот. В Москве. Вот так? Да. У нас в Москве, знаете, вот, пожалуй, единственное, с чем нет проблем, тогда с содой. Хорош. Теперь ты вот этой штучкой и будет звук пшшшшш. Что? Все, все, все. И туда? И туда, да. Удивительно, удивительно. Смотрите. Так. Это мы погасили. Так. Помешивай, и сейчас добавим муку. А, еще добавляется мука. Да, да, да. Так. Я это все перемешиваю. Ну что, по-моему, Семен Кадырич. Не исключено, что готово. Я могу это попробовать сам? Можете это аккуратненько попробовать сами. Да, попробуйте. Что скажете, маэстро? Это оно. Прекрасно. Прекрасно. Так, мука. Может, еще тогда молока сюда добавить, если будет мука. Я про муку-то не знал. Сколько муки нужно? Хороший вопрос. Давайте ложечку. Давай. Ну так, что тут? Как говорится, раз. Перемешаем сейчас. Да, да, да. И посмотрим, как. Ну вот, потому что чем больше муки, тем больше баки. Ну, в смысле? А ты знаешь, как узнать, что раскалена сковорода? Ну, в детстве меня учили класть руку. Какую? Не нужную. Некрасивую руку. Лишнюю. Лишнюю руку. Не, ну как, ну можно водички? Нет, не водички. Мне сказала жена. Соль. Крупинка соли. И когда она готова, раскалена. Смотрите, потому что бывает, готовишь, воды нет. Соль-то всегда есть. Это каждый себе может позволить. Конечно. Вода редкость. Слушайте, я вот почему-то, мне кажется, что, ну, да, в принципе, нормально. Нет-нет, на огне же все это сводится все равно. Так, все. Чтобы она не была жесткой. Два яйца. Да. Соль. Сода, растворенная в яблочном уксусе. Да. Для пышности. Да. Немножко молочка. Мучиться немножко. И все у нас готово. Так. Так, а это у нас вода для чего? Для того, чтобы, кстати... Это для гарнира мы будем. А может быть, мы сразу этот гарнир туда и определим? Чтобы закипело? Нет, не туда. Потому что надо сейчас тогда, я это обрежу, надо положить холодную воду со льдом, чтобы она набрала. А потом мы ее кипящей водой. Просто свинина-то раз-раз и квас. Понимаете, потому что я говорю? Что гарнир не дольше ли будет готовиться, чем свинина? Хорошо. Мы с тобой спорим бесполезно. Вот вы, знаете, вы точно. А можем начать готовить драники, потому что драники... Они остынут. Правильно. Как у меня с логическими шляпами, да? Все прекрасно. Так, тогда ты мне скажи, на чем я могу разодрать вот эту... Прошу вас, на нашей знаменитой доске раздирательной. Так. Так, прошу. Мне нужна мисочка, если тебя не затруднит. Вот лед, видишь, мы уже заранее подготовили. Лед, приготовлен лед. Чуть-чуть еще воды. Чуть-чуть еще воды. И мы сюда... Холодный, да? Холодный, да. И там она будет набираться уму-разуму. Для чего это, скажите? Вот что, для чего? Для какого это? Она... Мы же не знаем ее жизненный путь вот этой капусты. Понимаешь? Она высохла. У нее были проблемы. Мы знаем жизненный путь вот этой капусты. Вот. Поэтому она... Правильно, вчера на рынке... Холодно мне сказали. Это все советы жены. Я скажу тебе честно, я этих тайн даже не знал. Ну, ну, а я знаю вашу жену. Могу сказать одно. Плохого она не посадит. Вот так. Поэтому, видишь, так доверчиво все это делаем. Давайте тогда... На этом? Ну, давайте, конечно, на этом же и быстренько нарежем. Теперь скажите, мы такие делаем... Это же шейка, да, или что это такое? Свиная. Мы же все, наверное, не будем ее делать. Я думаю, что нам нужно сделать вот таких вот... Показательных два кусочка может быть, да? Ну, вот таких, да? А мы будем ее отбивать, что-то с ней делать. А как же? Мой дорогой, конечно. Все, тогда вот так. Вот учись свинины, я все отберу. Ты тонко режешь. Вань. Так меня учила мать. Режь тонко, если Альков придет на кухню. А моя жена говорит, режь два сантиметра. Вот здесь линейка есть. Все, два сантиметра. Ну, знаете, Семен Тадович, или на глазок будем, как обычно. Слушай, я... Чтобы я до два сантиметра, как говорится, не отвезу. Берем два кусочка сынина. Берем все. Остальное мы кладем, и это... Конечно. Будем бить. Будем бить. Чем? Чем? Хороший вопрос. Чем бьем? Под плитой у нас есть. Смотрите, вот такой... А, смотрите, у нас, слушайте, у нас оказывается колоссальный выбор молотков. Вот чего-чего, а вот этого добра наваловала. Слушай, так мы можем с тобой музыкальный номер исполнить. Ну, слушайте, ну да. Если было больше свинины, мы бы били в четыре руки. В четыре руки. Смотрите. Просто просится. Давайте, давайте. Дайте нам камертон. 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 Начали. Вот посмотрите, только, вот смотрите, вы сразу крупными, видите, бьете крупными. Есть крупные, а есть мелкие. Какие? Главное, мелодию выдержать. А, извините. Тогда я возьму этот. Да? А ты делаешь аккомпанилирую. Достаточно, перебивать нельзя, а то она будет... Забытая мелодия. Для флейты. Для флейты. Не перебивайте меня, сказала свинина, говядина. Ну вот. Я думаю, да. Прекрасно, отбили. Друзья, свининку лучше. А почему никто не хлопает? Друзья, важное аплодискание. Видимо, все термальные процессы у нас начнутся... Да, я пока могу посыпать чем-нибудь что-нибудь? У нас есть, смотря, что вы хотите, чем посыпать. У нас есть пепел для головы, есть приправы для свинины. Вот приправы, значит, соль, перец и вот эта вот петрушка, как я просил. И вот эта вот петрушка. Да, я ее узнал. Так, перец вот так вот, и можно вот так его... Да-да-да, и соль. Теперь соль мелкая, крупная. А вот здесь бы я подумал, как хорошо, когда на прожаренной свининке хрусть, соленник, зубик. Тогда мелкая. Тогда мелкая соль. Семен Тадорчич, я прошу вас приступать к этому священнодействию. На секунду вас покину, у нас другое священнодействие на Первом канале. Друзья, короткая рекламная пауза на Первом канале. Семен Тадорчич, все хорошо у вас там? Это я, Ваня. Нельзя ничего делать. Все можно делать, делайте ради бога. Я заню. Делайте, делайте на здоровье. Друзья, пока Семен Тадорович занимается свининой. У нас реклама на Первом канале, после которой мы вернемся и узнаете, что карри в переводе с молдавского означает теща Накаркера. Я помню тогда слез с танка. Купил сало у простой украинской женщины. Встал у нее на постой. И уже потом, когда из Киева немецкие войска отступали. В общем, забыл я эту женщину. Все пишу ее из Дрездена. А имя ее забыл. Оскар Уальд. Соломея. Смахнет. У нас в гостях сегодня Семен Тадорович Альтер. И мы готовим сегодня все. Значит, Семен Тадорович, предлагаю сделать вот что. Вода для капусты кипит. Ваша жена сказала нам, три минуты. Но свинина будет жариться чуть медленнее. Я думаю, что свинина будет жариться минут семь. Поэтому. Я говорю, корт выигрыш. Подождите, но есть же еще другое. Есть же еще драники. Правильно? Драники можно начинать, да, наверное. Сейчас я включу. Вот давай ты налей масло, а я кину соль, чтобы веди-то что-то кидать. Вот ваш бросок вот с этой солью, понимаете? Понимаете, если я что-то знаю, я хочу этим гордиться. Потому что я знаю очень мало. Так, ну что же, Семен Тадорович, позвольте вам для броска. Выбирайте. Да, да, да. Выбирайте. Значит, соль должна, что с ней должно произойти? Это же нас время психует. Знаешь, как я пробую, нагрелся ли... Почему? Еда, микроволновка. Я вынимаю и суету до языка. Пока язык навестит. Прекрасно. Очень удобно, кстати. Но едите холодное. Ну что? Нет, еще рано. Рано? А что с ней должно произойти с солью? Она пшикнула должна. Ну, пшикнуть это для свинины, это мы раскалимся. Сковородку, прям накалим ее. Да. А подожди, это для чего? Это для драников. Я беру свои слова назад. Соль беру назад. Давайте. Давай тогда... Кстати, соль сейчас удобнее все тоже языком забрать. Так. Еще рано. Еще рано. Ну подождите, нет. Кстати, тоже должно быть достаточно горячо у драников. Да. И мы прямо ложечкой их вот так вот выкладывали. Ну что, не жидковато ли? А это мы сейчас узнаем. Поехали. Размер хороший. Очень хорошо. Драники здесь пришли из Белоруссии? Да. А, знаменитая песня. Мы, драники, веселые, приехали из Бреста. Почему-то тоже из Белоруссии приехали. С запада двигались драники. Ленин и Троцкий веку пели. В бронированном вагоне когда-нибудь из Хельсинки. Мы, драники, веселые, Лева и Володя. Слушай, ну количество масла, кстати сказать, масла не может быть. Вот сейчас только самое, самое будет сложное, конечно. Ну должно прожариться. Я тебе скажу, какой должен быть цвет. Оп! Рано. Рано. Сам знаю. Подождите, подождите. Ну подождите, мы сейчас все делаем. Вот видите, я поэтому хочу разобраться с ними. А вас я попрошу, Семен Теодорович, достать вот отсюда. Нет, достать вот отсюда тарелочку плоскую, вот сверху, с самого верха. И на нее постелить полотенечко бумажное, чтобы ненужный объем масла с драника ушел, питался в полотенце. А потом не надо будет есть вместе с бумагой? Это пожелание. Если вы хотите быть караедом... Слушай, нет, я прямо вообще их не пережариваю, но они, кстати сказать, должны быть... Вот! Вот центральное, оно лучше, но еще немножко потемнее. Я ведь хочу, как было в моем детстве, понимаешь? А ты не хочешь, чтобы было так. Сейчас, чтобы с дымком. Чтобы чуть-чуть. Чтобы быть с пригарчиком. Уголек был даже легкий. Легкий уголек. Да. Активированный такой. Это отдельно. Это десерт. Чтобы как бы и блюда, и уголь активированный сразу. Раз. Так, эти у нас. Ну вот смотри, сейчас я вам покажу вот этот. А больше мне... Что же это, подожди, было? Вот. Мы были на даче. Так. Ну, Лариса говорит, что ты поешь в город, там возьми угля. А у нас там, ну как у всех людей, периодические проблемы. Я, думаю, приезжаю в аптеку в Эстонии, там несколько дороже, активированный уголь. А у вас дача в Эстонии? Да. Короче, я приножу три пачки активированного угля. Она говорит, я же просила для шашлыков. Да, да, да. Вот такая смешная история. Семен Радош, как и любая, от вас. Да, но могу себе представить, какой успех у эстонского зрителя эта история встречает. Кстати, а вот эстонские зрители... Ты знаешь, что у меня мои книжки сделали на эстонском языке? И я видел эстонца, который читал и смеялся. И тебе клянусь. Нет, они очень невозмутимы. Но они невозмутимы и замечательные. Успех. Вот какие вы хотите, все, я понял. Да, прекрасно. Рецепт драников от Симеона Альтова. Надирается на самой мелкой терке картошка. Сливается ненужный картофельный сок. Добавляется немного молока, два яйца, соль, соды. Щепотка соды растворяется в яблочном уксусе. Все это смешивается, добавляется мука. Еще все это обжаривается в масле до золотистой корочки. Переходим к месту. Вот чуть-чуть масла, прям чуть-чуть. Ну что же, идите, бросайте соль на сковородку. Чтобы узнать, раскалилась она или нет. Сядьте на сковородку, чтобы убедиться. Она прыгает. Она должна шипеть. Соль больная. Соль не так. Ну что, все дымится, масло дымится. Давай кидать. Ну что, поехали. Давайте даже... Вот все, это прямо у нас максимальная температура. Поехали. Три-четыре минуты. Время пошло. Ах! Ах, свинюга! О! И вот так этого часа должно... Но прожать свинины с кровью не может быть. Правильно же? Поэтому она отбивается и должна быть хорошо. И вот в этот самый момент, Семен Тадожич, что делаем мы с вами? Мы берем капусту. И опускаем в кипящую воду. Есть точка, которая это выносит? Шумовка. Есть такое слово? Есть такое слово руки. Кипящую, да, да. А она что делает? Она сейчас будет кипеть. Сейчас она закипит через 2 секунды. Смотрите, что происходит. Мамочка моя родная. А что она такое? А что так лихо идет, а? Вот я тоже пытаюсь стоить. Что-то она так лихо. Пошла-то, а? Да, эта трава загорелась, петрушечка. Но ничего такого. Значит, рецепт свинину мы просто посыпали приправами, специями на раскаленной сковородке, обжарили. Капусту мы варили всего-навсего 3 минуты, но перед этим капуста цветная полежала в ледяной воде во льду для того, чтобы вобрать в себя невиданное. То, что она потеряла. То, что она потеряла во время путешествия. Соус заключается в следующем. Дарится чеснок, достается мед и клюква. И все это в пропорциях. Черт, с вами даю секрет, значит, пропорция. 5 клюквы в соотношении, 3 меда и где-то 0,5 чеснока. Все это смешивается и получается счастливое счастье. Так, Семен Годорович, ну, во-первых, вот, что у нас? У нас все готово. У нас, вот я предлагаю сейчас, давайте, вот мы капусту вот сюда мы можем положить. Себе-то побольше положить. Конечно. Более того, я предлагаю поменяться. Так, теперь ваш знаменитый соус. Я прошу, мы покрываем им. Да. Вот так вот. Тут хватит на весь зал. Тут на полгорода хватит, говорится. Теперь вот что, Семен Годорович, сметанка 15-процентная есть. Давай все-таки мы драники отведаем. А мы можем прямо вот с одной тарелочки, смотрите, мы берем сметаночку. Я даже не знаю, как можно взять вот так вот просто, смотрите. По-домашнему, по-сибири, по-белорусски. Раз, смотрите. Тюк-тюк. Тюк-тюк. Известный. Это мне спасибо, дорогая. Да. Себе возьму тоже. Семен Годорович, за вас спасибо огромное, что пришли к вам. Вот скажите мне теперь, ваше детство вернулось ли она к вам? В принципе, да, только до укропа у нас не было. А там все и запало. И ты, вот я как бы вспомнил, я маленький, рядом ты. Давайте я свинину попробую, Семен Годорович. По вашему рецепту, да с вашим соусом. Окей. Да сверху капусточки. Да, это все ларится. Я имею в виду, что капусточка по рецепту вашей жены абсолютно правильной. Да. Не разваленная. И не переваленная. И не переваленная. Даже еще один кусочек свининки хочется положить-то. Чего уж тут. Семен Годорович, мы не можем вас отпустить без подарков. Этот подарок с огромным удовольствием мы бы хотели передать вашей чудесной семье, вашей замечательной жене, которая фактически незримо присутствовала сегодня во время нашей готовки. Внучке помогали, кстати, в уровне тренировки. Внучке, когда вы говорили, внучкам огромный привет. Вот смотрите, у нас тут есть фартук. Вы можете в этом фартуке выйти в эстонскую деревню. И вам по привычке отдадут честь. Друзья, давайте поаплодируем сегодня у нас в гостях замечательный наш любимый Семен Теодорович Алько. Спасибо, Маргарь, Светлана. Я на секунду пойду, попрощаюсь с телезрителем. И мы тут все это раскроем, распечатываем. Все сольем, все и потом. Друзья. Ну, мы закончили на сегодня. Смотрите на следующий раз, и вы узнаете, что драники в переводе со старославянского означает «Митя, принеси розги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова